я хочу взять кредит на улучшение жилищных условий отставной военной сейчас сейчас работаю инженером проектирую мосты да есть дочь жены нет вдовец четверг да могу спасибо есть всего доброго а ты чего меня не зовешь так я кофе готовил по секретному рецепту не хотел чтобы ты посмотрела сейчас буду делать бутерброды тоже по секретному рецепту садись я сама сделаю ну как знаешь я сегодня хочу пойти к анжелике домой кто такая анжелика моя одногруппница мы познакомились когда сдавали экзамены да да ты рассказывала помню а когда вернешься не знаю вечером ну а точнее я не школьница понимаю что не школьница на чтобы в 11 вечера была дома и телефон не отключай постоянно будет на связи договорились договорились я положила еще сыр как ты любишь можно глотачек по секретному рецепту и от ваш привет привет кузя называю так и не нравится даже любя ведь не против я привыкла так девочки я потопал папашу мастерскую новый заказ будет дня три на мне пахать а чего то мы поцелуи еще надо заслужить а готов служить и защищать ну да и служил наберу вечером пока кузя он классный пашка временный вариант походу он так не думает он влюблен в тебя мало ли что он мой мальчик а мне нужен взрослый мужчина к тому же с образованием и никакой автослесарь ты говорила его отца своя автомастерская не тот масштаб кстати масштабах кажется ты никогда не была за границей что это тур по черному средиземному моря италия испания франция и мальта отец раскошелился в честь поступления ну а я сказала без подружки не поеду да я знаю что я классно все пойдем а то поздно пошли привет привет как твои дела нормально чем это там занимаешься делаю нашу с тобой жизнь комфортнее а ну-ка подойди сюда проверь ну как ну круто ты просто волшебник как насчет драников хочешь драники я сейчас приготовлю отставить они уже готовы и ждут тебя на кухне а ты а я уже поел ну точно волшебник но без тебя есть не буду ну тогда придется съесть еще одну порцию и окончательно растолстеть что только не сделаешь ради любимой дочери вкусно пап хочу тебя кое чем попросить вернее сказать ты только не ругайся не говори сразу нет так только давай без предисловий предисловия меня пугают а я уже старый мне напрягаться нельзя особенно во время еды анжеле купцовой папа подарил два билета в круиз по среднеземному морю ну отлично может поздравить от меня и она пригласила меня с собой куда ну круиз погоди а ты здесь причем ну я ее подруга вот и в общем она хочет чтобы я поехала с ней потому что одно ей скучно во первых не поехали поплыли а во вторых что значит ей одну и скучно ты что обезьянка сирковая чтобы ее развлекать я просто неправильно выразилась я не знаю две восемнадцатилетние девушки без сопровождения без родителей а если с вами там что-нибудь случится ну какое сопровождение и что с нами может случиться это европа ну знаешь мерзавца всюду хватает и в европе и в азии и даже в африке не знаю мне это не нравится да тому же анжелу эту я не знаю кто она анжела учится со мной в параллельной группе папа ее банкир кажется много зарабатывает что еще заяц ты только не сердись я просто волнуюсь за тебя ты не волнуешься ты контролируешь каждый мой шаг я уже не школьница взрослый человек я просто сказал что мне не нравится эта идея тебе ничего не нравится жаль что маму нет она бы мне разрешила доброе утро что я тут подумал все таки круиз дело хорошее и для здоровья полезное море солнце воздух но у меня одно условие какое-то вы путевку оплачиваю я папа спасибо я буду себя хорошо вести надеюсь аланжел привет я поговорила с отцом он разрешил правда ай тихо ну это же отличная новость ты чего да нет ничего я говорю отличная новость я очень рада все круто расскажи что потом перезвони кто там с тобой да пашка я тебе потом перезвоню ладно давай не знаю правильно я поступил ты же не можешь всю жизнь быть ей нянькой всю жизнь да я по-настоящему ее жизнь появился только два года назад когда умерла ее мать ирка до сих пор не может меня простить мне кажется ты преувеличиваешь юля очень добрая девочка она тебя любит да и круиз не дешевый придется все выгрести теперь а я собирался решить квартирный вопрос слушай ну хочешь я тебе одолжу ну уж нет у женщин я никогда не одолжился и не собираюсь типичный сексист вымирающий тип вот если бы у тебя был знакомый или родственник в банке в отделе где выдают кредиты так это женись на мне тогда все наше имущество станет общим и тебе не придется одолжится не могу почему я слишком хорошо тебе отношусь к тому что ты мой друг а на друзьях не женится ну да с ними только спят ну да да ладно расслабься коваленко я бы сама за тебя не вышла спасибо тебе спасибо слушай я возьму себе еще кофе ты будешь да нет нет мне хватит и так полночи ворочался раньше как то все проще было ну да куда уж проще а это валилы к бой готовься знаешь из себя получился бы отличный взводный из меня много кто бы получился я вынуждена просиживать бухгалтере считать чужие деньги ну не самый плохой вариант всегда в тепле у тебя тоже неплохой вариант проектировать мосты это так благородно да если бы еще за это платили миллионы так ладно мне уже пора давай позвонишь вечером обязательно мне все-таки не нравится пиздея из круиза анжела еще никогда не узяла одна и так надолго ну чего ты беспокоишься анжела взрослая девочка пусть развеется что совсем за нее не переживаешь я же переживаю я же переживаю ну пусть она отдыхнет да и мы с тобой найдем чем в это время заняться я соскучился олег 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 ну что я думал мы помирились мы с тобой не ссорились но я же попросил прощения я даже имя забыл напомнить ну что ты мне что жизнь будешь это вспоминать кира буду я завтра не смогу проводить анжелу у меня будет спонсорская встреча в фонде хорошо я провожу один зачем тебе этот благодарительный фонд мне жена где-то работать нет моя жена нигде работать не будет у нас тебя твои партнеры засмеют они в поезде хорошо да приедете в порт сразу звонить хорошо хорошо папа вот да увидела все хорошо спасибо банковскую карту взяла взяла в общем какое у нас правило мама звонит берем трубку да поняла я папа в общем слушай банковская карточка банковской картой наличные не помешают держи спасибо папочка провожаю еще и просьба покинуть вагоны да 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 я же говорил потом отвечу в общем смотри там не шали будь аккуратным твоя мама не готова быть бабушкой хорошо я поняла все давай уже иди иди сейчас тебе будет звонить мама скажи что мы уже не слышали на все давай не волнуйся я у тебя умная и осторожная ну надеюсь что так и звони мне дважды день утром и вечером добро да а лучше чаще хорошо все пока пока до свидания а твой папаша ничего такой крутал бывший военный а мне такие нравятся да ладно расслабься шучуя ну что пойдем в ресторан пора начинать тратить папочки на деньги а может просто чайку попьем да отличная идея давай чеку ну что лучше чем чай в купе пить да нормально нормально смотри а вон и парни они же старые лет по тридцать да ладно самое то спорим сейчас подойдут а как же паша а ты видишь здесь пашу смотри и учись как-то стремно ты нормально все успокойся и 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 ну э давай э до ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК О, здорово, заходи. Здравствуйте. Я мимо проезжал, пытался к вам дозвониться, но у вас постоянно занято. Как и что? Ну, вот сам зашел. Мне адрес Юля дала, моя дочь. А. Я никак не могу к ней дозвониться. Может, вы связывались недавно с Анжелой? Не, наша тоже трубку не берет. И вас это не беспокоит? А почему меня это должно беспокоить? Ну, а если с ними что-то произошло? Что произошло? Развлекаются девчонки. Отключили трубки, чтоб мы их с вами не беспокоили. Но моя Юля никогда так не поступала. Теперь будет. За время пути собака могла подрасти. Ты не паникуй. Твоя дочь рядом с моей, а моя Анжела девочка самостоятельная. Так что умеет постоять из-за себя, из-за того парня. В общем, о твоей как? Юля. Вот, в общем, о ней сумеет позаботиться. Вы уверены? Уверен. Я ее этому научил. Олег, кто там пришел? Это отец, в общем, подружки нашей дочери. Новый же уходит. Ага, сейчас я подойду. Подожди. Ну, друг, видимо, придется знакомиться. Вот, знакомься. Моя жена. Здрасте. Здравствуйте. Вы отец Юля. Да. Очень приятно. Кира. Глеб. Взаимно. Олег, там что-то на кухне ящик заел. Может, ты посмотришь? Я что, слесарь? Ну что, тебе сложно посмотреть? Ладно, посмотрю. Но нам через пятнадцать минут выходить. Хорошо. Ладно, за сущим рукава. Ты изменился. Наверное, много лет прошло. Ну да. Значит, ты папа Юля? Да. Она хорошая девочка. Да. Слушай, с замком все в порядке. Хорошо, спасибо. Слушай, я тебе позвоню. Хорошо, нам надо поговорить. О, ты еще здесь. Я вижу, вы совершенно не волнуйтесь себя, дочери. Просто она постоянно отключает мобильник или сбрасывает номер. Слушай, без объяснений. Да. Характер такой. Да. Вся в меня. Да, своенравный. Может быть, она своему парню звонила? Какому парню? Ну, у нее парень есть, Паша. А я почему не знаю? Она просто не хотела тебе говорить, боялась, что ты рассердишься. Так позвоните ему. Ну, я номер не знаю. Я знаю, что он живет напротив. Мы можем пойти туда сейчас. Какой сейчас? У нас времени мало. Ну, ты все. Ну, чего? Это всего пять минут займет. Ну, смотри, там уважаемые люди будут. В общем, дайте пять минут. Ну, если через пять минут не придешь, я уеду без тебя. Хорошо, мы быстро. Давай. Нет, другие ботинки надо. Угу. Интересный тебе муж. Да. Только нервный стал, когда большие деньги начались. С большими деньгами в жизнь приходится страх потерять. Ну, меня эта проблема обошлась стороной. Тебе повезло. Возможно. А ты женат? Был. Был. Жена умерла два года назад. Когда она умирала, меня не было рядом. И Юля до сих пор не может мне этого простить. Где ты был? Далеко. Работал. Строил мост. К этому времени мы с Аленой уже не были близки, но официально развод не оформили. Ну, ты знал, что она больна? Да, знал. Но не знал, что настолько серьезно. После ее смерти я вышел в отставку, чтобы быть рядом с Юлей. Нам далеко еще? Вот и вот он. Кира Александровна? Здравствуй, Паш. Здрасте. А вы чего тут? Можем поговорить? О чем? Балышка, кто там? Никто. Это ко мне. Вниз еще бутылку с холодильника. Подождите минуту, пожалуйста. Сейчас принесу. Кажется, я понимаю твоего мужа. Это выбор Анжела, она с нами не советуется. У тебя волосы седые. Как у отца, стал на отца похож. Я к нему так всегда хорошо относилась. Он к тебе тоже. Он жив? Умер двенадцать лет назад. Мне очень жаль. Глеб, послушай, я хотела тебе сказать, что… Достал. Ну? Скажи, когда вы последний раз говорили с Анжелой? А что? Просто ответь на вопрос. А, вы папаша. У которого Анжелка стремается. Мол, я рожей для вас не вышел. Вы поэтому сюда пришли? Разборки устраивать? Хорошо, ну вот он, я здесь. Что дальше? Успокойся, это отец Юлика Валенко. Я Юлька, при чем тут вообще? Так когда ты говорил с Анжелой? Ну, вчера. Пожелал счастливого пути. А потом в течение дня звонил? Конечно, но он постоянно вне зоны доступа. Так а что случилось? Сейчас прости. Да, Олег. Да. Я поняла. Олег звонил, сказал, что мы срочно шли домой, чтобы я тебя с собой взяла. Прости, что вы беспокоили. Да ничего. Машка! Иду! Ваша дочь Анжела у меня. Она жива и пока что здорова. Если хотите, чтобы она вернулась домой, заплатите. Цена вопроса 200 тысяч долларов США. И не вздумайте общаться с полицией. Ваша квартира и ваш телефон у меня на прослушке. Вызовите полицию, и ваша дочь умрет. Я перезвоню через час. Он ничего не сказал про мою дочь? Я думаю, не вместе. Значит, это все из-за ваших денег. А моя Юля просто попала под раздачу. Глеб, мы... У вас есть такие деньги? У него есть. Хорошо. Я думаю, мы должны... Я думаю, мы должны. Тебя кто здесь сделал главным? Ты чего здесь распоряжаешься? Глеб, успокойся. Что успокойся? Мои деньги? Я вообще не знаю этого человека. Может, он заодно с похитителями? Что ты несешь? А что прекрасный план? Подослать свою дочуру к моей Анжеле? Или что? Что? Ударишь меня в моем же доме? Ну, хватит. Давай, давай. Что хватит? Давай. Ну? Я думаю, нам нужно успокоиться. И подумать, как спасти наших дочерей. Гениально. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? С кем я разговариваю? Меня зовут Глеб Коваленко. Я отец Юлии. Моя дочь у вас? Это вторая девчонка. Ее зовут Юлия. Ей 18 лет. Она любит собак, обожает кататься на велосипеде и... Да мне плевать, как ее зовут. Просто скажите, с ней все в порядке? Кто это? С кем ты работаешь? Я инженер. Воспитываю дочь один. Мамы у нее нет. Слушай внимательно, инженер. Твоя дочка просто оказалась не в том месте, не в то время. Ну, не повезло, так бывает. Но я тебе обещаю, если я не получу деньги, я ее тоже убью. Послушайте, в этом нет необходимости. Наверняка девочки не видели вашего лица, и они... Купцов, там рядом? Да. Влечи громкую связь. Слушай внимательно, Купцов. Приготовь деньги и положи их в сумку. Я позвоню позже и скажу место и время. И смотри, чтобы никаких жучков. Ты меня понял, Купцов? Да. Мы должны убедиться, что с девочками все в порядке. Дайте им трубку. Круто справился. Спасибо, малышка. Никто бы не смог лучше. Да? А что мне за это будет? Может, яблоко? А может, тебя? Ну, не время. Ну, перестань. Да, где? Она милая. Ну, не время же сейчас. Ох, черт. Ну, и мы все. Это погреб. Выбраться получится. Кажется, нет. Ты вообще ничего не помнишь? Только вагон ресторана тех двух парней. Потом идет ужас. Видимо, они нам в коктейль что-то подсыпали в ресторане. Наверное. Прости меня, что я тебе вовсе это втянула. Ну, ты не виноват. Прости. Виноват тот гад, который нас похитил. А может, он блефует? А? Девочки сейчас прекрасно проводят время. Просто выключили телефон. Не думаю. У вас правда есть такие деньги? Олег. Я думаю, будет правильно, если деньги доставлю я. Один. С чего это вдруг? С того, что я бывший военный. И знаю, как вести себя в подобных ситуациях. В каких таких подобных ситуациях? Внештатных. Кроме того, вы пьяны. А значит, не способны к адекватным действиям. Спокойно. Я все контролирую. Не контролируете. Слушай. Олег, он прав. Ладно. Ладно. Ну, если ты улезнешь с моими деньгами, я тебя найду и раздавлю. Ну, давай еще бросим монетку, кто будет открывать дверь в моем доме. Иду, иду. Здравствуйте. Я... Ты кто? А я Павел. Я пришел узнать, что с Анжелой. С ней все в порядке? А, вот ты какой. Павел. С Анжелой все в порядке. Угу. А чего он это до трубку не берет? Может, потому что с тобой говорить не хочет? Почему? Покачину. Давай, топай чудо, пацан. Так, а что, топай, топай, салага. Олег, ну зачем так грубо? А как еще разговаривать? Давай, иди. Скажи ему, что Анжелу похитили. Давай. И что без его помощи она мне справится. Советчики нашлись. Что без его помощи она мне справится? Поиграть решили со мной. Что без его помощи она мне справится? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я иду с тобой. Нет. Ну, тогда ты едешь без денег. Выбирай. Хорошо. Но делаешь то, что я скажу. И никакого оружия. Договорились. Я серьезно. Договорились. Но едем на моей машине. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Поехали. Поехали. Стоп. Да. Влечи громкую связь. Можно говорить. Слушай внимательно, Купцов. 20-й километр Южного шоссе. Там свернете на бетонку. Увидите покосившийся дорожный знак. Там мы увидимся. Выезжайте не раньше, чем через час. И до Купцов. Никаких групп сопровождения. Дадумаешь быть обманщиком. Увидишь своих девчонок. В кульках и по частям. Ну? За удачу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, пора выводить девчонок? Думаю, нет. Прости, что? Ее отец еще та лживая сволочь, он попытается тебя обмануть. А она наш главный козырь. Поэтому сначала заберешь деньги, привезешь сюда, ну а потом уже мы отдадим его дочурку. Ну, вообще-то я пообещал. Ну а потом поменял правила игры. Это твои правила, понимаешь? Если они им не нравятся, пускай идут к черту. Ну, не знаю. Милый, я все продумала. Как только он получит дочь, он тут же натравит она своих горилл. Поэтому мы должны действовать неожиданно, спутать ему карты. Сначала заберешь деньги, а потом через час-два мы сообщим, где его дочь. Нам фора нужна, понимаешь? Хорошо, женщина, ты права. Слушайся, повинуйся, моя госпожа. Подожди, ты будь только осторожен, не доверяй купцову. А я и так никому не верю, кроме тебя, как только будут деньги на руках, я позвоню. Если не звонил, значит, что-то стряслось. Если не можешь дозвониться, берешь рюкзак и быстро отсюда валишь, поняла? Да? Все, погнал. Подожди. Ты... Ты ж только обязательно вернись. А куда я денусь? Удачи. Все. Иди. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Деньги где? Где дочка? Не шути со мной, деньги показал. Я скажу за сумкой. Валяю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сумку открыл? Быстрее давай. Значит так, с девочками все в порядке. Я сейчас заберу деньги и уеду. Если я увижу, что меня никто не преследует, по машине не открыт огонь, я тебя наберу через 20 минут и скажу, где девочки, понял? Мы так не договаривались. А мы сейчас так договариваемся. И выхода у тебя нет. А-а-а! Я так и знал! Гнида! Это Шарко, мой водитель бывший! Стой, обезьяна! Деньги мои хотят захапать! Вот тебе! Вот! Что дальше? Что? Я выстрелю. Придурок, твоя дочь у меня. Выстрелишь, и она умрет. А у меня пистолет. Давай стреляй. Сойди, я выстрелю. Давай стреляй. Я стреляю. Давай стреляю. Я выстрелю. Сойди! Ай! Эй! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Где девочки? Скажи мне, где они? В поселок. Шахта заброшенная. Это я. Дом крайний. Крайний дом. Это я. Только я. Только я. Только я. Все. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Зачем ты это сделал? Я защищал дочь. Ты же убил его. Нет. Это... Пистолет сам выстрелил. Сам? Сам. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что здесь у вас? Где Анжела? Ты что здесь делаешь? Я за вами ехал. У переезда отстал. Думал, не найду. Но нашел. Девчонки где? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, возьми трубку. Возьми трубку. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Бросили трубку. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Моя дочь связалась с этим ублюдком. Успокойся. В доме пусто. Ты баню смотрел? Да, никого. В сарае тоже. А он, говорю, крайний дом. Он сам виноват, что я выстрелил. А может, есть еще какой крайний? Нет, они были здесь. А откуда вы знаете? В доме на столе банк из-под тушенки и пивная бутылка, из которой недавно пили. Так, отставить! Э, ты что делаешь? Ты что? Отставить! Отставить истерику! Надо было дождаться полицейских, чтобы не эту группу собрали для поиска, чтобы по правилам все там... Нет, мы не знаем, что с девочками. Возможно, они ранены, им нужна помощь. Следы. Да я осмотрел, там нет никого. Скотина. Помогите! Помогите! Папа! Папа! Эй! Пап! Помогите! Помогите! Юля! Сейчас, сейчас, сейчас. Папа! Помогите! Помогите! Юля! Папа! Анжела! Я здесь. Вы целы? Да. За мной все в порядке? Там больше никого? Нет. Все хорошо, все хорошо. Сейчас мы вас отсюда вытащим. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА До города едете. Ну а куда еще? Я тебя так испугалась. Ламочка, все уже позади? Мы домой поедем. В десять надо быть у следователя. Хотим немножко поспать. Да, конечно. Слушай, я тебе там чаю сварила. Угу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо тебе. Я тебе позвоню. Да, конечно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы с ней на ты? Да. Долгая история. Расскажешь? Как-нибудь потом. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да. Это Олег Купцов. Да, я понял. В общем, я звоню насчет Анжелы и того гада. Анжеле 18 лет. Ты понимаешь, что если следователь узнает об их сговоре, ее закроют. Я понимаю, о чем ты сейчас думаешь. Взрослый человек должен отвечать за свои поступки. Все правильно. Все правильно. Она ребенок. Она мой ребенок. У тебя тоже есть дочка? Просто представь себя на моем месте. Что бы ты сейчас делал? Что говорил? Давай. Не будем ломать ей жизнь. Тот парень, Павлик, он ничего не знает. Все правду знаешь только ты. Ну, что скажешь, солдатик? Пашка, ты? Нет, пап, это я. Где шлялась сегодня? У подруги ночевала. А ты почему не в мастерской? Болею. Не знаю, как ты болеешь. А похмелиться не успел. Водитель закончилась история о похищении двух девушек в районе поселка Рызное. Во время передачи денег отец одной из девушек застрелил похитителя. Как нам стало известно, имя похитителя Дмитрий Шарко. Дмитрий Шарко бывший водитель. В последние несколько месяцев он нигде не работал. Идет следствие. Подробности в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Долго их терзают. Да. Но я думаю, все по делу. Следователь толковый. Нас твоим мужем он тоже долго терзал. О, кстати, как Олег? Нормально, но у адвоката. У адвоката? Угу. Нанял самого лучшего из всех. Гаря Садова. А, адвокат звезд. Ну, этот его точно отмажет. Ну да, тем более, он ни в чем не виноват. Он же ведь защищался. Ну да. Глеб, мы можем с тобой поговорить? О чем? О том, что было 20 лет назад. Это было давно. А для меня... А для меня будто вчера. У тебя вся жизнь за плечами. Дочь, муж при деньгах любит тебя. Ты помнишь, как мы с тобой ходили яблоки вырвать? А на море, на море, помнишь, как на катамаране чуть-чуть не перевернулись, как мы смеялись? Я не люблю вспоминовать прошлое. Умрешь? Что, если я ошиблась? В чем? До свидания. Ну как? Толковый вроде мужик. Сказала, что позвонил. Ясно. Я тебя домой заброшу и сразу на работу. У меня там проект дарит. Мам, все хорошо. Пойдем. Папа. Да? А можно нам с Анжелой прогуляться? В кафешку сходим и все такое. Даже не знаю. Ой, да ладно вам. Зло уже наказано. Надо продолжать жить полной жизнью. Может, вас подбросить? Пап, нам по 18 лет. Ну, как-то сами доберемся. Да успокойтесь вы, родители. Все хорошо. Можно я с вами селфи сделать? Что с этой стороны? Ой, остался след. Я вытру. Спасибо, я сам. Ну ладно. Пошли. До свидания. Осторожней, девочки. 해외. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за участие. До свидания. Плохо выглядишь. Измученный, бледный. Слушай, поехали после работы ко мне. Я кое-что купила, кое-что такое, что ты сможешь с меня снять. Люд, прости, но нет. Прости, я веду себя как эгоистичная дура. Ты должен быть с Юлей. Как она? Уже нормально. Бедная девочка. Я представляю, через что ей пришлось пройти. Слушай, у меня есть знакомый психолог. Если надо, я могла бы тебе... Не нужно. Юля сильная. Она справится. Давай я с ней поговорю. Ну, как женщина. Я, конечно, маму, ее не заменю, но все равно могла бы... Не надо. Глеб, я хочу помочь. Я понимаю. Давай как-нибудь позже. Прости, мне надо идти. Это тебе. Спасибо. Спасибо. Хорошо, что все так закончилось. Это да. Зло наказано. Но деньги остались у папаши. Как он? Мой-то? Да что ему будет. Адвокаты отмажут. Самооборона и все такое. Как твой? Нормально. Я сейчас на работе. Пашка сказал, что это он вас тогда нашел. Как ему это удалось? В армии научился. Слушай, а у него есть кто-нибудь? Женщина? У меня-то почему-то спрашиваешь. Он просто не старый, одинокий, симпатичный. Сколько ему, сорок? Около того. Не вижу никаких препятствий. И я свободна, он свободен. Да ладно, ладно, все, шутю я. Шутки у тебя, конечно. Видела бы ты свое лицо. Девочки, привет. 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 Ладно, я пойду. Пока. Пока. Пока, Кузя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают. Субтитры сделал DimaTorzok Кузьмин. Я же скоро вернусь. Не буду. Ну все, пора. Эй, ты! А тебе отдельное приглашение нужно! Все, пора. Я люблю тебя. Я тебя. Я люблю тебя! Я тебя тоже! Дорогая, я ненадолго еду навстречу, забежала поменять рубашку. Тебе сделать поесть? Нет, не надо. Но тут кое-чего другого я бы не отказался. Ты выглядишь соблазнительно. Ты же сказал, что ты спешишь. Пять минуты у меня есть. Да не сейчас. Не сейчас. Ага. Не сейчас. Да я уж забыл, когда я последний раз этим занимался. У нас был плохой, плохой период. Так, может, пора его закончить? Не думала об этом! Чувствую себя женатым холостяком. А ты, кстати, не удивляйся, если я вдруг опять пойду налево. Тебе не привыкать. Да что ж ты! Да пошло оно все к черту! Алло, Глеб, привет. Это Кира. Да, я тоже. Слушай, у меня к тебе немного странная просьба. Я... Только сперва скажи, ты сегодня можешь со мной видеться? Анжел. Ну, Анжел. Что? Все уже позади. Видишь, ты жива, здорова. Так что выше нос. Выше нос? Тебе десять лет? Слушай, ну отчеты. Если б я был рядом, я б... Да, но тебя рядом не было. Послушай. Да хватит уже. Одни разговоры. Герой был. Ребят, что, какие-то проблемы? А ты что, с нами о проблемах хочешь поговорить, Ромео? Хочешь, прикол покажу? Ну, покажи. УДАР 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Папа! Да? Можно кое-что спросить? Спрашивай. А между тобой и мамой Анжелы что-то было? Ну, если не хочешь, можешь не рассказывать. Только скажи, это было после смерти мамы? Горячий. Угу. Нет, Юля, это было еще до того, как мы познакомились с твоей мамой. Так давно? Да. То есть это было как первая любовь? Тебе там ничего учить не надо. А я все выучила. Так что у вас было? Мне было 19 лет. Кире 18. Мы с ней познакомились на день города во время концерта. Влюбились друг в друга. Вместе проводили время, мечтали пожениться и завести детей. В общем, обычная история. А расстались почему? А чтобы ты родилась на свет. Я серьезно. А если серьезно, то нет ничего особенного. Я ушел в армию. Кира меня не дождалась. Тоже обычная история. То есть она променяла тебя на этого? Ну и дурочка. Юля. Но ты лучше в сто миллионов раз. Ну, это спорный вопрос. А вот и не спорный. Ты у меня красивый. Сильный. Ненадежный. Хорошо зарабатываешь. Не бизнесмен, конечно. Да уж, конечно. Ну, это же ничего. Ну, если я уж такое ничего, тогда сделай-ка мне чаю. Ну, папа. Отставить возражение выполнять. Так, точно. Две ложки сахара. Как всегда. Угу. Я звоню, я звоню. Просто ждите. Все, давай, звони. Ты что, слепая? Черт, простите. Извините, там моя вина. Да. У меня тоже, простите. У меня плохое настроение. И у вас тоже. У меня в машину не заводится. Это корыто? Неожиданно. Извините меня еще раз. Да. Вы здесь работаете? Да нет, я документы привезла. Курьером работаю. Да? Хороший был фильм в конце 80-х. 86-й. А вы не похожи на курьера. Я знаю, где я вас видел. Во сне. Вы принцесса, которая сбежала из дворца и притворяется курьером. Да, простите меня за этот бред, который я несу. Давно не было опыта знакомства с красивыми девушками. Да нет, что вы, это очень даже мило. Ну, извините еще раз. Всего доброго. Подождите. А вы спешите? Ну, как сказать. Еще в пару мест нужно заехать. Тут, кстати, недалеко одно. Может, подвезут? На этом. А что, тоже машина? Аэродинамика слабовата, управляемость после 120 не очень. Нет, машина люксовая. Я всегда мечтала на такой прокатиться. Поведешь? Вы серьезно? Держи. И мечтай о чем-нибудь великом. Лихо. Как ты относишься к морской кухне? Да, вроде неплохо. Неплохо? У меня тут есть один хороший ресторанчик. Присоединишься? Даже не знаю. А что не знаю? Поехали, поехали. Будет вкусно. Напою накормлюсь. А надо домой отвезу. И ничего не попросите взамен. Я вас умоляю, мадам. Аккуратнее. Просто привык обедать в компании. Ну, вы попробуйте пообедать. С женой. С женой? Нет жены. Ты об этом? Это так. В памяти жене. Чтоб не забыл. Любил ее очень. Извините. Все в порядке. Кстати, меня Олег зовут. Яна. Яна. Девчонка без изъяна. Серьезно? Ну что, как насчет ужина? Ой, точно не сегодня. Почему? Мы уже почти приехали. Жаль. Ну, спасибо, что подвезла. Было прекрасно. В общем, если появится желание перекусить, у меня где-то была визитка. Звони. Хорошо, я посмотрю, я сделаю правки. Хорошо. Глеб! Прости, Лед, не заметил. Привет. Привет. Куда несешься? А у меня встреча с представителем клиента. Вот. Кто она? Кира Александровна. Мать подруги моей дочери. Красивая. Что у тебя с ней? Ничего. Глеб, не ври. Я же вижу, когда ты верешь. Мы были когда-то с ней близко знакомы. Давно, вот, лет двадцать назад, еще до рождения Юрьки. Вон оно что. А что она делает здесь? Лед, ты прости, мне правда надо идти. Да. Да, конечно, я понимаю, на тебя столько всего навалилось, ты устала. Я, как обычно, слишком навязчиво. Прости. Пойду сводить дебет с кредита. Привет. Привет. Слушай, спасибо, что ты мне согласился помочь. Я хочу купить оружие, ну, после той истории с похищением. Хотя бы травмат. Просто Олег настаивает и... Глупо как-то, да? Нет, не глупо. Только травмата в реальной переделке толку мало. Я себя как-то увереннее буду чувствовать. Ну, да. Поможешь? Конечно. Идем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закрыто. А, они теперь до семи. А сейчас? Да, уже пятнадцать минут восьмого. Ой, холодно. Зима. В машину пойдем. Помнишь Новый год у Славки Борозкова? А, когда у него концерт-квартирник был, да? Когда я в сугроб свалилась. Да, это... Слушай, а помнишь, как ты меня поцеловать пытался и никак не мог? И тогда я сама тебя поцеловала. Помнишь? Слушай, Глеб, Олег тогда, он очень нам помог. Отцу понадобилось операции. И это повод выходить замуж? Нет. Я бы никогда так с тобой не поступила. Никогда, слышишь? Я... Просто не получилось. Он за мной ухаживать пытался. Он мне замуж предлагал. Я ему отказывала. Я сдала только тебя. Я любила только тебя. Когда-то мой отец заболел. И понадобились деньги. Никто нам не мог помочь. И мне было так страшно. И Олег просто пришел, он спас. И он просто помог. И я сама не понимала, что я тогда чувствую. А после этого я хотела поехать к тебе. Объясниться. И не смогла. Потом написала то злосчастное письмо. Три дня прорыдала в подушку. И не смогла отправить. И все-таки отправила? Да. Как будто жизнь попрощалась. А сейчас? Что сейчас? Ты его любишь? Нет. Я сначала думала, что я его люблю. Потом я поняла что-то. Чувствую благодарности. Больше ничего. А Джейла родилась. И как-то все это... Скажи, ты мне вспоминал? А я тебя не забывал. Тебе же... Тоже жена была. И... Дочь. Ты жену любил? Да, любил. Но не так, как тебя. Так я больше никого никогда не любил. Я тебя, Глеб. Ты изменился. А ты нет. У тебя шрам возле сердца. Это что, болевое ранение? Да. Как это случилось? Не стоит вспоминать. Ты же мог погибнуть. Ну, не погиб же. Я думала, ты в армии строил мосты. Иногда строить мосты – опасное занятие. Ты многих женщин сюда приводил. В эту гостиницу нет. Я тебя больше никуда не отпущу. Я никуда не уйду. Девятнадцать. Двадцать. Один. Да. Может, к Фенделю махнем за город? Мясо купим там на шашлыки. Вино, банька. Все, как ты любишь. Не хочу. Ты как-то изменилась. У тебя кто-то есть? Зачем мне кто-то еще, если у меня есть ты? Ну, новогоднюю ночь ты тебя не остановила. И с тем преподом по математике… Хватит. И не вздумай меня попрекать. Я тебе не жена. Так, может, станешь когда-нибудь. Ну, вот если я, если я когда-нибудь встану, тогда и будешь говорить. А сейчас извини. Это что такое? Ты обалдел? Дай сюда телефон. Нет, да ты обалдела. Чего у тебя на заставке? Юлькин папа. Это не твое дело. Телефон дай. Телефон. Ну, что, опять, да? Отвали от меня. Подожди. Руку убрал. Я сказала, отстань. Он же отец твоей подруги. Ты уйдешь от него? Я не знаю. Ты не хочешь? Я хочу, но… Твоя дочь уже совершеннолетняя. Ты же сама говорила, она собирается снимать квартиру. Да, она сказала, что мы ее тяготим. Ну, вот. Перебирайся ко мне. Не все так просто. Все всегда просто, если не усложнять. Его не бойся, ты не его собственность. Просто скажи ему, что ты уходишь. Хорошо. Ты прав, я. Я сегодня уже скажу ему, что я ухожу от него и подаю на развод. Но я не знаю, как к этому отнесется твоя дочь и моя Анжела. Я даже не знаю, как ей об этом сказать. Нет, это какой-то ребят, что-то я не могу. Я поговорю с Юлей, я все ей объясню. А ты поговори с Анжелой. Они взрослые девочки все поймут. Ты же все равно не сможешь ему лгать. Да и не захочешь. Давай я с тобой поеду, и мы вместе. Нет, я... Я сама знаю, как лучше ему об этом сказать. А ты меня в машине подождешь, хорошо? Хорошо. А стучать не трогал? Извини. Я ведь все знаю. Ты о чем? О вашем сговоре, Шарко. Как там и надо поступить? Не понимаю, о чем ты. Ты дурака ты за меня не строй. Хочешь, чтобы я маме все рассказал? Расскажи. Мне кажется, ей будет приятно узнать про твоих девок. Ты о чем? Я все знаю. Про твоих любовниц. И даже пару номерочков могу ей подкинуть. В кого ты такая? Есть в кого, папочка, есть. Ну так что, мы будем резать правду матку или дальше делать вид, что у нас прекрасная семья? А да, кстати, а где мама? Я забыла, что у нас не принято отчитываться друг перед другом. Ничего, что уже вечер. Извини, пожалуйста, я устала. У меня были тяжелые несколько дней. Хочу послушать музыку. Счастливо? Да. Нам всем надо расслабиться. Хочу послушать музыку. Хочу послушать музыку. Хочу послушать музыку. Что уже случилось? Ничего. А если подумать? Ты же знаешь, я не отстану. Просто депрессия. Ну не хочешь, не говори. Как не твоя Анжела? Нормально. А ее подружка? Так же. Рад за них. А ее отец? Он же вроде убил того парня. Я по новостям слышала. Что ему будет? Получается, можно убить человека, а тебе ничего за это не будет? Он убил похитителя. Это другое. А по-твоему что, похититель не был человеком? Слушай, Ян, что ты меня грузишь? Ее лучше на кухне что-нибудь приготовь. Я задолбался эту химию жрать. Олег Купцов слушает. Кто это? Кто? Яна? Конечно, помню. Может, мы. Сразу перейдем на ты, а то как-то. Хорошо. Конечно, смогу. Все, буду. Договорились. Субтитры сделал DimaTorzok Вот стерва. Я дома. Любимая мамочка пришла. Осталось дождаться заботливого папочку. Привет. Ты видела, который час? Да, прости, задержалась. Ну, конечно. Тебе же теперь незачем спешить домой. В каком смысле? Ты думаешь, я ничего не вижу? Мы с папой не разговаривать по нескольку дней. Он спит у себя в кабинете. Мам. Я тебе хотела сказать. Ну, скажи, я тебя слушаю. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Прости. Да, алло. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Он жив? Где? Как он? Да, хорошо. Что случилось? Папа с белым машином, он в больнице. Значит, номер машины вы не запомнили? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушайте, я же говорю. Все произошло неожиданно. Я и глазом-то моргать не успел. Послушайте, как вас? Алексей Николаевич. Алексей Николаевич. Врач сказал, что травмы легкие. Ну, там ушибы, растяжение, ребра целые. В общем, поймаете этого подонка хорошо, не поймаете черт с ним. Как вы думаете, это как-то может быть связано с похищением вашей дочери? Нет, конечно, ну что? Ну, парень просто не справился с управлением. Ну, испугался, уехал. Делов-то. Ну, хорошо. Мой номер у вас есть. Что-то вспомните? Звоните. Да, обязательно. Издоравливайте. Спасибо. Ой, девочки мои. Как ты? Ой, все хорошо, все хорошо. У вас, папа. Девочка моя, иди ко мне. У меня все хорошо, все в порядке. Врач сказал, жизненно важные органы не задеты, так что завтра, ну, в крайнем случае, посезавтра я выписываюсь и дома. Прости, что напугал. Ты глупость, разве это имеет хоть какое-то значение? Я так рад, что вы пришли. Правда. Мам, а почему нас подвез отец Юли? Каким образом он оказался возле нашего подъезда? Я сейчас не готова об этом говорить, в принципе. Угу. Здравствуйте, Глеб. О, Анжела, привет. Как папа? Лучше. Хорошо. А ты как здесь? Да я случайно мимо проезжала и... Ага. Нет, я специально сюда приехала. Зачем? К вам. Ко мне? Просто, если бы не вы, мы бы с Юлей в этом погребе. Я просто вспоминаю, как вы нас спасали, как успокаивали. Анжела, ты извини, мне на работу пора. Юля сказала, у вас никого нет. В смысле? В смысле, женщина. Анжела, я не думаю, что тебя это как-то касается. А если касается? Послушай, ты подруга моей дочери и... У меня уже есть 18. Замечательно. Я похожа на маму? Да, немного. Я красивее, чем она. Но я же знаю, что я вам тоже нравлюсь. Анжела, послушай, мне правда надо идти. Мы с Юлей чуть не поссорились из-за вас. Из-за меня? Я сказала ей, что вы мне нравитесь. Но вы не волнуйтесь. Я умею хранить тайны. Так что, если вы захотите... Так, все. Мама никогда не уйдет от папы. У нее духу не хватит. Привет. Ну, как ты? Привет. Нормально. Когда мне за тобой заехать? Глеб, слушай, я как раз об этом с тобой хотела поговорить. Я не могу сейчас от него уйти. Я ему нужна. Он ведь не при смерти? Если я сейчас от него уйду, это будет нечестно. Понимаю. Ты хочешь дождаться, пока его выпишут из больницы, да? Да, и убедиться, что с ним все в порядке. Ладно. Когда будешь готова, позвони. Хорошо. Ладно. Сейчас. Юль! Привет. Привет. Слушай, я хотела с тобой поговорить. В общем, это касается твоего папы. Моего папы? Кажется, он ухлестывает за моей мамой. Как? Ты не знаешь, как это делается? Чего ты это взяла? Я сама видела. Он вчера ее привез, потом ждал. И я думаю, что она приходила, чтобы сказать, что уходит. К моему папе. Того не может быть. Я сама видела. Ой, казалось бы, взрослые люди ведут себя как... Или они, правда, с возрастом что-то с ума сходят. Ладно. Пойду на пару. Увидимся. Эй. О, привет. Поговорить надо. Поговорить о чем? Кое-что выясните. Ну, хорошо, давай поговорим. Не здесь, здесь людям мы мешаем. Пойдемте где потише. Ладно, давай отойдем. Продолжение следует...